Всем привет! Очередный обзор. На этот раз посвящено чисто Dreamcast. Хотя нет, не совсем чисто Dreamcast. Будем говорить и про другие шмапы. Без сравнения тут не обойтись все равно. На дуре 2016 год для Dreamcast по-прежнему выходят игры. И так уж получилось, что на большинство из них шмапы. Вообще, я не большой фанат шмапов, но штук 10 наверное играл. Сравнивать в принципе есть с чем. Конечно, не все игры шмапы. Есть приятные исключения вроде Персоляр или Волгар Зе Викинг. По Персоляр был дисплей, где мы с Лином подробно его заценили, рассмотрели. В канале Retro Game Lair есть ретро стрим. Но Волгар такая довольно задротская игра, чтобы просто так в ней сесть и поиграть. Вообще, выходили еще в эти годы и другие хамбрюшки. Логическая вот недавно выходила. Но про них тактично помолчи. Тем более, Лин делал обзоры на эти хамбрюшки. Так что подписывайтесь на Ретро Гэмблэйр, там смотрите, если интересно это. Среднестатистический фанат Дремкаст может сказать, что как так? Это же игры на Дремкаст, про них нельзя говорить плохо. Про новые игры или хорошо, или вообще никак. А то вдруг разрабы обидятся, перестанут игра новая делать. И как по мне, то пусть и не делают. Лучше 100 раз переиграть какой-нибудь Under Defeat, чем смотреть на то, что выходит. Ну это такой уровень Индии. Ладно. Не будем о плохом. Я это понимаю, что все винтажно и ретро. Но как-то мой прагматизм это принять не может. Давали бы они в комплекте с этими играми по 50 баксов хотя бы CD образ, чтоб можно было на на эмуле запустить или на Дремкаст через жесткие диски или там флешки. Но нет, это обязательно диски со сложной защитой от копирования, которые не каждый эмуле еще запустит. В общем как-то не ладятся у разработчиков странные методы. Вот Волгара Викинга уважаю, совершенно бесплатный для Дремкаст, достаточно коммерческий, чтобы не считать его простой Индии. Так он все-таки продается в стиме. Так вот он по уровню выше, чем вся остальная Индии за последние годы. Впрочем давайте посмотрим на Волгера Викинга. Правда он тормозит, запущенный на Макароне. Он почему-то на демоле вылетел. Ну тоже печально закрылся. И только Макарон его запустил. Нужно было быстро записать видео, не хотелось потратить много времени на это. И таки, только Макарон польский эмулятор. Затащил эту игру. Хотя я ее запускал на Рейкасте, эмулятором под адроид замечательно работало. Сейчас почему-то не сложилось. Наверно, замешана магия. Так вот взглянем сначала на нашего любимца игру. Нет, не Ласт Хоуп и даже не Штурм Винт. Призрачный меч или как там правильно можно перевести. С виду напоминает обычный Шмап. За защиту там по самые помидоры просто так не запустить. Было, по крайней мере. Ну таки, кто-то сдампил образ. И так его можно найти сети. Правда эмулируется он вроде бы только на демуле. Почему-то ни на одном другом эмуляторе оно не пошло. Вот что не так со всеми Шмапами на Dreamcast. Они, на мой взгляд, какие-то скучные. У них даже музыка такая вся похоронная, под которую, не знаю, лучше всего спать, наверное. Ложишься спать, запускаешься. Мап на Dreamcast. Ставишь на паузу, слушаешь музыку. Качаешь саундтрек. Это еще лучше там, чем шум моря. Вот почему их тянет к этому жанру музыки, мне тоже натрез непонятно. Впрочем, сам Ghostblade похож на классический Шмап. Вот на тот же Raiden. Вообще, Шмапов я играл, если вот перечислить, то это был. На Denzi как-то не попадалось толковых Шмапов. R-Tip, наверное, боковой такой скроллер. Довольно забавный был. Еще там башка, где летает. Самурайская какая-то, с хитрым названием японским. Такие Шмапы, в принципе, довольно прикольные. А вот так, чтобы дальше в 2005 году Skyforce был довольно такой сильный Шмап, в который можно было играть, 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 переигрывать. Там вот не то, что тупо летишь, там собираешь все эти... От пули выращиваешь, да собираешь звездочки. Там хоть какие-то цели есть. Там всех врагов сбиваешь, получаешь бонус оружия. Там не успеешь достать последнего врага, берешь его на таран. Впрочем, то есть самое интересное, чтобы в эту игру можно было научиться играть. Играешь несколько раз, учишься и растешь как-то интересно от этого. А вот этих Bullet Hell или там, где на тебя со всех сторон летят пули, ничего не видишь, где, откуда, что летит. Реакция особо не помогает. Я... Сложно понять, как такое можно играть. Впрочем, Ghostblade не относится к такого типа играм. Но все равно, вот эти звездочки дурацкие летят со всех сторон. На мой взгляд, непонятно, как играть нормально. Все путается. Потом я искал игры, похожие на Sky Force. Но настолько качественных шмапов, которые бы мне понравились, я даже не смог найти. Когда на Dreamcast вышел Under Defeat, вот это реально был хороший шмап, такой добротный. Кстати, это последняя игра на Dreamcast. Официальная. И вот если сравнить этот шмап с теми инди, что вышли, то это просто... Ну, просто какой-то позор для этих индюшек, которые еще продают за большие деньги. Я так считаю. Касательно Ghostblade. Продают за деньги и переиздают. Тоже Dux, Redux. Вот эти шмапы похожи. Вроде говорят. Я даже боюсь их, честно говоря, смотреть. Что они из себя представляют. Не уверен, что они вообще эмулируются даже. А если не эмулируются, то и черт с ними. Вот давайте посмотрим на динамику того же старого доброго Рейдена. То есть Райдена, я хотел сказать. Старый аркадный шмап, который также выходил на Соньке первой. На Сеге даже он был. На Сеге в очень довольно урезанном виде. Лучше, наверное, даже не пробовать. И вообще первая часть достаточно сложная. Лучше начинать со второй. Ну вот, послушать ту же музыку и сравнить динамику с этими новыми шмапами, что сейчас выходят. Совсем разная динамика. Вот Dose Blade какой-то самолёт тормозной. В принципе, музыка в нём хорошая. Гораздо лучше, чем в других играх, что были раньше. В других шмапах этих. Инди. За музыку я бы поставил 8 из 10 заслуженно. Достаточно бодрый сон трек. Может даже уровень Рейдена. Ну вот. И даже вот рендеры эти как-то смотрятся вполне так уместно. Даже не страшно, если её свернуть в HD разрешение, то даже как-то не сильно страшно. Но всё-таки рендеры это рендеры. Это не старый добрый пиксель-арт. И не 3D даже. Вот Under Defeat всё-таки красивее смотрятся, чем рендеры. Но. Хотя местами вот оно тянет почти на. Ну как какой-то. Как будто бы копия. Ну. Клон на Under Defeat. Ну или пародия. Конечно может и нечестно сравнивать. Такой крупный проект как Under Defeat, который выходил на аркадах. Специально для игровых автоматов. Сделан крупной коммерческой с анторой. Инди проектом типа Ghost Blade. Но всё-таки я помню, что ещё в дремучих годах у меня была игрушка на Ява там размером 300 килобайт. Которая игралась как-то бодрее, чем вот все эти проекты. Даже помню как она называлась. Называлась Bomber. Но игр с таким названием очень дофига. Её найти поэтому практически невозможно. Да и она мало где запускалась. Кроме как на NGH. Да и на NGH она запускалась не с первого раза. Там не совсем чистый шмап. Тоже играю в самолёте как сбоку. И упор больше на бомбы всё-таки. Отличная задумка была у игры. Но к сожалению всё вообще запустить проблематично. Давайте посмотрим на ещё более печальный пример. Last Hope. Ещё один шмап для Dreamcast и Neo Geo CD. Может ещё для какого-то Neo Geo. Потому что в последних ревизиях эмулятора Arcade Mami недавно добавили его в базы. И он должен там хорошо эмулироваться. Так вот. Это хороший пример как мне нужно делать шмапы. Само собой пикселяртом в нём не пахнет. Вот вы посмотрите на этот мусор на экране. И как на его фоне отчётливо не выделяются пули. Мало того что игра сама по себе очень сложная. Так ещё разглядеть все эти мелкие кусочки. От чего взрывается корабль. От чего не взрывается. В том же Under Defeat. Все эти выстрелы они оранжевые. Их видишь за километр. Очень сложно не заметить. Или в том же Sky Force. Они смачные, сочные выстрелы. Их видно издалека. Но в Last Hope всё хитрее. То есть из всех новых игр за последние годы. Это не шмапы. Это только Волгар Зе Викинг. Хардкорная такая аркада. Даже не знаю на что она похожа. Может на Кастельванию первую. Персоляр. РПГшка. Среднего пошиба. В принципе её можно назвать интересной. Достаточно вкусноватая. Не дотягивает конечно. Далеко даже не дотягивает до уровня финалок. Ну как то даже глупо её наверное сравнивать с финалками. Или там Chrono Trigger. Или даже Breath of Fire. Даже не знаю с какой РПГ её можно сравнить. Но если вот сравнить с Trails of the Sky. Или как то так кажется он называется. То они примерно одного пошиба. Хотя рисовка конечно Trails of the Sky. Я не правильно произносил название. Не помню точно как называется. Но кто играл тот поймёт. Так вот рисовка конечно же в Персоляре хуже. Если говорить о Сеговской версии. Тут как на мой взгляд она даже ужасна. Ну в принципе видели игры похуже. Ну не ужасная. Выше среднего. Ну вот как для уровня Dreamcast или даже первые PlayStation это такой уровень не особо хороший. Ну на семёрку она тянет. То есть если бы она ещё не тормозила и гладко работала. То в принципе неплохо. Конечно это не Sky of Arcadia и даже близко не Grandia. Но кто знает английский тот может поиграть вполне. Вот музыка там достаточно занудная конечно. Вот всем новым играм на Dreamcast как то не везёт. Их нельзя назвать бодрыми. Они тут все какие то такие вызывают какое то уныние. Вот что Gunlord такой печальный. То Last Hope. Даже вот названия у них такие. Last Hope. Последняя надежда там. Последняя надежда чего. Последняя надежда что это будет нормальная игра на Dreamcast. Вот нету таких по-настоящему бодрых игр как Raiden, Under Defeat или Sky Force. От всех их веет каким то скукой какой то неудержимой. Нафталином я бы сказал даже. К таким играм даже не хочется возвращаться их. Не знаю кто их покупает. Наверное коллекционеры в свою коллекцию. Но если послушать обзоры иностранцев то им очень нравится. Они просто в восторге. Может быть потому что. Ну я не знаю как можно восхищаться таким. Если играть в похожие игры на аркадных автоматах. Или сейчас это не мои руки если что. Конечно же я не заказывал себе эту новинку. Это кстати сейчас на видео Neo Hook. Еще один новый шмап. К сожалению я в него не играл. Он наверное даже эмулируется. Но очень лениво было его качать и смотреть что за он. Но я скажу что он очень очень сильно похож на Ghostblade. Играть совершенно такого же плана. Но все таки немножко интереснее. То есть вот наверное на первом месте идет Turrum Wing. Потом я бы дал место Neo Hook. Ну назовем его так Neo Hook. Хотя читается по другому. Но его проще так для русского уха назвать. Не такая уж и плохая игра. Как на первый взгляд. Ну я вроде бы говорю что нелюбитель шмапов и обзор будет изначально не объективный. Потому что все эти инди шмапы сложно сделать скидку. Даже для уровня инди как-то слабенько. Даже на мобильных телефонах на Yava были проекты гораздо бодрее. И тот же Sky Force который вышел в 2005 году. И весил там не помню сколько мегабайт или полтора мегабайта. Он по графике и по геймплею на три головы выше чем тот же Last Hope или Ghostblade. И это печально. Вот единственный бодрый проект который можно вспомнить это Rush Rush Rally. Вот он действительно достаточно такой бодренький. Но вот раньше на смартфонах была такая хорошая игрушка под названием Carally. Чем-то очень сильно напоминает Rock'n'Roll Racing. Просто шикарная была игра. Я бы тоже не сказал что от сильно крутой конторы. Может они и сейчас раскрутились. Но тогда это по-моему была просто какая-то мелкая польская студия. Вряд ли сильно больше чем у тех же разработчиков Rush Rush Rally. Но если сравнить в упор Rush Rush Rally и Carally. То это просто вне конкуренции даже. Carally тоже на две головы выше Rush Rush Rally. Очень похожие жанры и вообще игры похожие. Но уровень исполнения совершенно разный. А еще когда ставят вот такие защиты хитрые как Rush Rally. Когда ты проходишь первый уровень. А у тебя пиратка. И тебе потом выкидывают сообщения что ты пират. И дальше не поиграешь. Что это вообще. А в интернете полно столько образов. Нерабочих. Потому что все такие хитрые. Первый уровень поиграли. Все образ отлично снялся. Игра достаточно сложная. И надо сильно приналовчиться. Чтобы вот эти пройти первые пары этапов. То есть их мало кто проходит. И даже не в курсе что этот образ. Что они выкладывают. Он дальше работать не будет. Но тем не менее есть рабочие образы. Видел даже в CDI формате. Можно встретить. Который работает на. По крайней мере на GDM. Работает. Не знаю как на других эмуляторах. Вообще раньше на эмуляторах не работало. Потому что все тоже проверят. Эти первые три этапа. Говорят все отлично работает. И вообще игра без защиты. Просто никто дальше не проходил. Чтобы увидеть это сообщение. Где напишут что. Все капец. Дальше хода нет. А 2016 и 2017. Будут новые игры. Сейчас. Самый ожидаемый проект. Это наверное. Гипертензия. Ужасный долгострой. Его уже переделывают наверное. Чертное сколько раз. Сначала он был просто как. По мотивам Блад. Потом его решили переделать. Чтобы сделать коммерческий. Но все равно. Очень сильно. Остановлен игрой Блад. Ну если не клон. То. Духовный наследник. Думаю. Вот это действительно. Игра. Которую стоит ждать. Там у них какой то. Свой хитрый движок. На каком то. Модифицированном. Думе. С 3d моделями. И. Карты. Все переделаны. Такой. Ретро. Скульный. Шутер. Хоррорный. Ну. Впечатляет. Достаточно сильно. Я даже не знаю. Какая игра. Посоперничать. С. Библиотеки. Дремкаст. Конечно. Никто еще не видел. Этой гипертензии. Даже не знает. Выйдет ли она еще. Но. Я думаю выйдет. По крайней мере. Те ролики. Которые они показывали. То. Сделано там. Достаточно. Дофига. Проект впечатляет. Это будет. Вот. Из всего инди. Что выходило. За последние годы. Это. Самое. Значимое. Наверное. Событие. После. Персоляр. И. Волгар. Все таки. Все таки. Не. Не. Все. Эти. Шмапики. Last Hope. Ghost Blade. Которая. Серьезно. Даже. Если понимать не хочет. Своих. Таких. Миллион. Кто не играл. Blood. То это. Сама по себе. Игра. Очень. Шикарная. И. Гипертензия. Впечатляет. Достаточно. Сильно. Если там. Еще. Будет. Мультиплеер. На. Двоих. С разделением. Экрана. Они. В каком-то. Из роликов. Показывали. Что. Такое. Возможно. Они. Вот. Этот. Мультиплеер. Делали. Не знаю. Как. Оно. Потянет. Это. Вообще. На. Дремкаст. Ну. Как. Минимум. Уровень. Кис. Психо. Циркус. Точно. Должен быть. На этом. Закончим. Затянувшийся. Обзор. Так. Что. Играйте. Волгар. Викинг. Персоляр. Посмотрите. На. Шторм. Винд. Зацените. Его. Потоковое. Видео. На. Фонах. Ждите. Гипертензию. В смысле. Не. Давление. От. Созерцания. На. Эти шутеры. А. Игру. Гипертензию. Танк. Танк. Эти. Поставить себе. Десяточек. Какой нибудь. Реально. Хороших. Шмапов. Или на каком нибудь. Эмуляторе. Дэнди. Поставить. Какие нибудь. Толковые. Игры. Похожие. На. Шмапы. Вроде. Айронтанк. Или. Гриттанк. Или. Гансмоук. Вот. Там. Реально. Интересно. Бодро играются. Их. Интересно. Даже. Перепроходить. По. Несколько. Раз. Или. Дредным. Каст. Поиграть. В. Уровень. Да. Даже. Ремейк. Вышел. Для. Андроид. Хотя. Там. Все. Закопано. В. Донат. И. Баланс. Убит. На. Корню. Но. Тем. Не менее. Играется. Все равно. Бодро. По крайней мере. Поначалу. Ну. Те же. Райдены. Они. Для. Андроида. В. Гугл. Плее. Я видел. Подборку. Этих. Райденов. Достаточно. Неплохо. Играются. Их можно. Без проблем. Замулировать. Мами. Последних. Ревизий. Из. Хороших. Шутеров. Есть. Много. Чего. Поиграть. И. На. Мой. Взгляд. Все. Эти. Новые. Инди. Которые. Вышли на. Драмкаст. Стоит. Внимание. Только. Если. Вы. Заперлись. У себя. В комнате. У вас. Нету. Там. Персонального. Компьютера. Нету. Нотбука. Нету. ПСП. Нету. Ничего. Нету. Дремкаст. Старый. ЛТ. Телевизор. И. Вам. Пришла. Посылка. В которой. Диск. С этим. Шмапиками. Диск. С. Шмапиками. Диск. С. Ласт. И. Других. Игр. У вас. Нету. Under. Дэфить. Вот. Тогда. Можете. Поиграть. И. Я. Рекомендовал. Начать. С. Штурмвинт. По крайней мере. Он. Среди. Вот. Эти. И. С. Он. Те. Продуман. Пускай. бодрым, но по крайней мере технологически он хорош. Да и защита там хорошая и взламали его год, наверно. Не совсем год его взломали, насколько я знаю, практически сразу, но из уважения к разработчикам его выложили только в публичный доступ через год. Если играть что-то из новых шмапов, то это Штурмвинд или все-таки смотреть на другие платформы. Тем более, что сейчас на Android портируют много хороших шмапов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok